Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform. В студии Кристина Купрякова. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. В современном мире ничего не дается просто так. Каждый, будто страна, предприятие или человек, должен побеждать в конкурентной борьбе. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович в ходе рабочего визита на Брещену поставил новые задачи перед чиновниками и руководителями предприятий. Приоритеты должны быть отданы продукции отечественного производителя. В городе Березе состоялась рабочая встреча белорусских товаропроизводителей и представителей крупных торговых сетей Брестской области. Актуальный разговор о кризисе высшего образования. Как решаются проблемы в вузах областного центра. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. И начнем, на наш взгляд, с очень важной темы, которая затронет всех нас и каждого в отдельности. Тема экономического благосостояния Беларуси. Беларусь в глобальной экономике. Тенденции и меры экономической политики. С лекции на эту тему выступил глава правительства Михаил Мясникович перед профессорско-преподавательским составом Брестского государственного технического университета в рамках рабочего визита на Брещену, который состоялся 12 сентября. Тема выступления перед ученой аудиторией тесно связана с вопросами, которые решались уже на предприятии «Санта-Бремор», в стенах которого был заслушан отчет Брестского бутсполкома по политике импортозамещения. В совещании приняли участие члены правительства и руководители гороисполкомов региона. Но обо всем по порядку. Тему продолжит Лариса Осмолович. Визит премьер-министра Михаила Мясниковича в Брестский технический университет – события, относящиеся к разряду нерядовых. Поэтому и студенты, и преподаватели готовились к нему по высшему классу. Тем более, одному из старейших вузов в Беларуси есть что показать выпускнику 1972 года. За годы образовательной и научной деятельности бывший строительный институт, ныне технический университет, достиг немалых успехов с некоторыми, самыми последними. Михаил Мясникович знакомился в ходе проведенной экскурсии и на заседании в ректорате. Образовательная деятельность университета в сфере экспорта услуг довольно широка и постоянно растет. В вузе обучаются сотни студентов из ближнего и дальнего зарубежья. К нам уже с Китайской народной республики приехало 35 человек. Это вот буквально в прошлое воскресенье мы их забрали. Приехали на подготовительное отделение 10 человек. Мы ожидаем 18 человек из Туркменистана и ожидаем значительное, так сказать, большое число из Нигерии, из других стран. И в общей сложности мы где-то на 100-110 человек, сугубо принятых в первый раз в этом году, мы планируем выйти. Поэтому здесь мы, я так думаю, мы не только выполним, но и перевыполним. Глава правительства ознакомился с научными и инновационными разработками университета, внедренными в производство и достаточно успешно работающими. Ректор учреждения образования Петр Пойта озвучил и тревожащий вопрос. Экспорт научных услуг. Деятельность научная обширна, но в некоторых случаях не идет в зачет вузу. Поэтому мы будем ставить перед премьером вопрос о том, чтобы как бы изменить ситуацию. Потому что вот, допустим, мы сделали заявку на грант 80 тысяч евро, и практически иностранцы согласны, чтобы мы разрабатывали проект энергоэффективного дома. И сейчас данный проект уже прошел в Минэкономике на согласовании с ОУМИНЕ. Но, извините, это тоже нам в зачет не пойдет. То есть мы выполняем такие работы, и они не идут. Поэтому есть проблемы, которые мы будем, так сказать, обрисовывать и перед премьером, и будем пытаться как-то понять нас. Михаил Мясникович принял к сведению предложение ученых Брещена, одновременно высказав свои замечания и предложения, в том числе и по строительству нового учебного корпуса, в котором должны будут учиться студенты, те, кто станет профессионалами своего дела. О кадровом потенциале в выпускниках вузов, о которых можно будет сказать профессионал, говорил глава правительства во время лекции. Лектор не сыпал скучными цифрами, оперировал лишь фактами. По словам Михаила Мясниковича, в современном мире ничего не дается просто так. Каждый должен побеждать в конкурентной борьбе. Будь то страна, отдельное предприятие или человек, а потому из стен вузов должны выходить настоящие специалисты, а не профаны. Всех непосредственных у нас в обществе достаточно. А вот личностей, компонентноспособных личностей маловато. И в этом плане каждый должен найти себя. Потенциал в белорусском обществе достаточно, в нашей нации достаточно высокий, для того, чтобы действительно готовились кадры мирового уровня. Чтобы решать самые, что называется, важные, сложные задачи. И сегодня мало быть узких специалистов. Важно видеть вот решения в широком контексте. Поэтому высшая школа должна готовить не только профессионалы, в основном профиле, но и человек, а с очень широком, общим кругом. Государственная программа импортозамещения позволяет решить многие стратегические вопросы, но не все. Как действовать дальше? Что нужно разрабатывать отечественным ученым? Какие задачи стоят перед промышленниками и аграриями? Это работа сегодняшнего дня. Лекция на тему «Беларусь в глобальной экономике тенденции меры экономической политики» оказалась и ко времени, и к месту. С учетом стремления максимально сократить уровень импорта. Импортозамещение в Беларуси не должно превращаться в нечто поголовное, подчеркивал премьер. Если логично выстраивать всю цепочку, то многие вещи можно решать достаточно успешно. Как пример успешной политики предприятия, можно привести компанию «Санта-Бремор». В торжественном открытии нового производства морепродуктов и замороженных полуфабрикатов, а также производственной линии по выпуску рыбных консервов, принял и глава правительства. Объем инвестиций в современные линии составил 16 миллионов долларов. Мощности рассчитаны на производство 36 миллионов условных банок в год и 20 тысяч тонн замороженной продукции. Два новых участка уже позволили организовать 400 рабочих мест. В недалекой перспективе здесь смогут струдиться еще около 200 человек. Создаем новые рабочие места. С другой стороны, мы занимаемся инновационными технологиями в производстве. То есть мы находим, условно говоря, новые продукты. Третье, мы активно их продвигаем на рынок. И четвертое, с точки зрения импортозамещения, есть программы в Республике Беларусь, где определен перечень продукции, которая подлежит импортозамещению. И мы тоже стараемся работать с продукцией, которая попадает в этот перечень. Ну а с учетом того, что рыба и морепродукты для Беларуси являются продуктом импортным, то есть, соответственно, это в том числе и наш профиль. Поэтому мы, конечно, стараемся насытить продукцией, которая нужна Беларуси, которая будет по сходной цене и которая попадает в эту программу. Продукция нашей компании продается в 22 странах мира. Начиная с российского, украинского, белорусского рынка нашего традиционного, мы здесь постоянно присутствуем в виде дистрибуционных компаний и заканчивая такими дальними странами, как Америка, Канада и даже Новая Зеландия. Продукция не залеживается на складах и даже по той причине, что продукция имеет недлительные сроки годности. И чем качественнее продукт, чем он более натуральный, чем меньше пищевых добавок и всяких химикатов, тем меньше у него срок годности. Для того, чтобы его сохранить, мы используем только низкую температуру, вакуум и чистоту на производстве. Логистика компании работает так, что мы работаем от рынка, от потребности. Мы принимаем ежедневно заказы, обрабатываем, делаем месячные планы и потом в процессе ежедневной работы отправляем нашу продукцию. Готовим, что называется, свежее для прилавка. Такая организация производства разумна в нынешних условиях белорусской экономики. Ведь правительство не ведет речь о поголовном переходе на импортозамещение, поскольку это может сказаться на уровне конкурентоспособности отечественной продукции. А ведь замещать импорт нужно на высоком качественном уровне с экономически обоснованной выгодой. Тогда выпускаемая продукция сможет работать не только на внутренний рынок, но и на нужды экспорта. Наша продукция продается с трудом. Продается с трудом почему? Потому что аналогов этой продукции в мире перепроизводство. И, безусловно, надо иметь высокие качественные характеристики, невысокую цену для того, чтобы успешно продавать. И в этом плане сегодня семинар, который мы проводим, и отчет Брестского обл. полкома, он посвящен именно вопросам импортозамещения. Это не просто некое тупое понимание этого термина, вот импортозамещение. Если будет высокая конкурентоспособность, будет экспорт, тогда будет за счет чего и импорт приобретать. На таких предприятиях, как Санта-Брэмор, есть интересные высокотехнологичные разработки. Продукция выпускается по полному технологическому циклу. Она наукоемкая, энергонасыщенная, поэтому конкурентоспособная, поэтому надо, чтобы частный бизнес дополнял государственный. Для этого государство должно создавать соответствующие комфортные условия. Правительство видит и государственный, и негосударственный сектор экономики. И приветствует государственно-частное партнерство, подчеркнул Михаил Мясникович. Мы должны смотреть и при производстве экспортно-ориентированных товаров, и при работе по импортозамещению, что мы все-таки смотреть должны, какие товары, какие услуги имеют невысокую энерго-материал и емкость. Перемалывать чужие импортные ресурсы десятками миллионов тонн за огромные средства, и при этом иметь невысокую себестоимость, добавленную себестоимость, тогда это просто работа, что называется, ветряных мельниц. КПД этой деятельности невысок. Поэтому правительство ставит задачу, чтобы внедрять действительно не просто импортозамещающие или экспортное ориентирование, а с высокой добавленной стоимостью. Добавленная стоимость – это налоги государства, это заработная плата людям, это прибыль предприятия. Поэтому вот такие задачи и под этим углом зрения мы будем сегодня заслушивать отчет Брестского обл. полков. Отчет Брестского обл. полкома по вопросам импортозамещения завершил программу рабочей поездки премьер-министра Беларуси в Брестскую область. Главе региона Константину Сумару было дано поручение все проблемные вопросы предметно рассмотреть на заседании областного исполнительного комитета, а также выработать дорожную карту. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Сегодня ситуация с нереализованными товарами и продукцией на складах страны не самая благоприятная. Зачастую белорусские товары уступают импортным популярности и конкурентоспособности. Поэтому определенные трудности со сбытом отечественного товара на некоторых предприятиях все же присутствуют. Задачей решить эту проблему было поставлено главой государства еще в мае. В связи с этим в городе Береза состоялась рабочая встреча белорусских товаропроизводителей и предпринимателей крупных торговых сетей Брестской области. Инициатором мероприятия выступил министр торговли Республики Беларусь Валентин Чеканов. Цель проведения встречи во многом связана с тем, что на фоне общего увеличения продаж удельный вес потребительских белорусских товаров за первое полугодие снизился более чем на 3% к уровню прошлого года. Войти в рынок стало гораздо сложнее. Статистика показывает, что товары белорусского производства уступают своей позиции импортной продукции. Много проблем есть как со стороны торговли, так и со стороны промышленности. Вы очень правильно подметили. Нельзя продавать плохой товар, нельзя выпускать плохой товар. И те, кто сегодня это еще не поняли, они стоят на рынке и говорят, помогите продать. Там, где товар изготовлен качественно, тот, который соответствует требованиям современным, его не надо уговаривать, они все берут. И сегодня, если вы услышали разговор, я всем задавал, производителям один этот жопрус, как работаете с сетями, как работаете с магазинами. Большинство, порядка 80% ответило, что мы уже или начали работать, или работаем. И товар идет. Значит, что в чем хромаем? Нет рекламы, нет сегодня хорошей упаковки, есть качество, но надо еще это качество, значит, в хорошую упаковку. Надо расставить этот товар в торговых сетях. Торговые сети и вообще торговля возьмет этого больше товара, если будут соблюдены вот эти все условия. Другое дело, что есть товар, который не хотят брать по причине качества и неконкурентоспособности по цене. Вот здесь надо работать. Если рассматривать проблему реализации отечественных товаров глобально, то трудности очевидны. Решать их должна как торговля, так и промышленность. Основные проблемы просты. Устарелый дизайн, иначе упаковка, не самые выгодные места на полках магазинов и слабая реклама продукции. К Березовскому сыродельному комбинату у министра торговли в этом плане претензий нет. Предприятие не испытывает острых трудностей с реализацией товара, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Комбинат держится уверенно на плаву и на вопрос, содержит ли продукция Е-добавки, руководство дает отрицательный ответ. Конечно, такой товар интересен потребителю. Предложенный ассортимент предприятия «Березостройматериал» современного покупателя также привлекает. Производство керамической плитки динамично развивается. Потребителю предложен большой выбор качественного товара, но все-таки торговых площадей для представления продукции выделено недостаточно. Проблема не потому, что качество продукта недостойно, скажем, европейскому. Все аналогично, что европейское, что наше. Наверное, страна небольшая. Присутствует в заводе в республике три керамических завода. Из-за того, что производим практически все вместе мы почти 30 миллионов продуктов, а страна населения 10 миллионов, соответственно, может быть и не так много покупается, как хотелось бы. Но с общего объема выпускаемой продукции до 30% мы реализуем внутри республики. Это немалый показатель. Динамика из года в год растет, потому что производство расширяется у нас. Соответственно, увеличив объем производства где-то на миллион, на два, либо на три, показатели у нас неизменны уже на протяжении где-то последних пяти лет. Вот 25-30% колеблется, 32%. Продукция достойна и уважения, и качество достойное, и цена, соответственно, практически она равна, что у Бреста, что у Минска, производителя, что у нас. Потому что технологии европейские и сырье аналогично, что, скажем, поляки берут, что мы берем, что итальянцы берут. Соответственно, может быть, такое отличие немножко дизайна. Поэтому я не думаю, что мы обидели чем-то нашим потребителям. Посещая торговый объект Евроопт, в райцентре Валентин Чеканов обратил внимание на полное отсутствие белорусских сувениров. Импорт должен быть на полках белорусских магазинов, однако в приоритете должна находиться отечественная продукция. Понятно, что сегодня торговые сети, которые входят на рынок области и на рынок республики, наверное, так, они, конечно же, ведут более агрессивную маркетинговую политику. Понятно, что сегодня это тоже они занимаются собственным импортом. И мы сегодня тоже посмотрели, что на прилавках конкурента той же потребкой операции в районном центре «Березы» в этой торговой организации, ну, может быть, даже с учетом того, что формат магазина немножко другой, но мы увидели наличие как и отечественных товаров, так и импортных. Сегодня, ну, наверное, голосует и выбирает потребитель. Но если так вот сказать, то, что мы сегодня посмотрели именно по этому магазину, не готов сказать сегодня о всей этой торговой сети, доля продажи товаров отечественного производства в товарообороте этого конкретного магазина составляет 68%. Магазины строятся, конкурентоспособность растет, торговле приходится внедрять новые методы реализации продукции, чтобы соответствовать требованиям современного рынка и привлекать покупателя. Участники рабочей встречи посетили экспозицию товаров, предлагаемых для реализации в гиперсупермаркетах страны. Многие производители уже наладили связи с сетевиками, другие выставляют неконкурентоспособную продукцию и по-прежнему не находят с ними общий язык. Наш товар представлен в Республике Беларусь во всех районах, регионах и практически в каждом магазине. Но сейчас идет рост сетевых торговых предприятий, и, конечно, мы хотим присутствовать на этих предприятиях торговых, сетевых. И, естественно, есть определенные условия покупателя для этих сетевых магазинов. Вот мы и подстраиваемся под эти условия и приехали с новой разработанной коллекцией начального этапа именно для сетевых магазинов. Что касается представления нашего Оршанского льнокомбината в Республике Беларусь, основная заслуга, в первую очередь, нашего руководителя, что у нас очень сильно меняется ассортимент и в лучшую сторону. Но существует ли проблема нереализованного товара, то есть тот, который лежит на складах и не востребован? Ну, конечно, он всегда существовал, существует и будет существовать. И мы для этого здесь и собираемся, чтобы думать, как его решать. Современный покупатель придирчив и избалован изобилием предлагаемой продукции. Белорусский товар не всегда выгодно отличается на фоне импортного, чаще наоборот. Это касается как цены, так и качества, и говорит о том, что работать с современным производителем еще есть над чем. Кристина Купрякова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. Главное событие культурной жизни Брещины 7 августа состоялось открытие 18-го международного театрального фестиваля «Белая вежа». Репертуар театрального форума не обманул ожидания зрителей. На сценические подмостки вышли драматические, кукольные, площадные, пластические театры из 14 стран мира. Режиссеры и актеры из Польши и Израиля, Литвы и Азербайджана, Японии и Греции и других стран представили на суд искушенной публике свои лучшие творения. Сегодня склалось так, что благодаря техническому развитию сродков массовой информации, нема тех межу, которые исновали раньше. Весь центр, весь некая периферия. И каждый регион, он споборничает за право того, как называется центром культуры. Мне кажется, что у Бреста это вельми добро отрымливается. И сегодняшний фестиваль, который сейчас стартует, этому подтверждили. Процесс развития военного сотрудничества Беларуси и России с каждым годом все более переходит в практическую плоскость. Тому подтверждение совместное крупномасштабное учение «Запад-2013». Особенность нынешних учений состоит в том, что в них, кроме вооруженных сил России и Беларуси, принимают участие военнослужащие Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. На едином оперативно-стратегическом фоне объединяются учения «Запад-2013» и коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие-2013». Учения носят сугубо оборонительный характер и подтверждают стремление Беларуси к укреплению региональной безопасности, а также приверженность страны союзническим обязательствам. В областном центре открылся первый в городе автосалон «Рено АПС Брест». Центр «Рено» – это воплощение инновационного комплексного подхода к решению задач по выбору, приобретению и обслуживанию автомобилей. Брестский филиал компании МТС зарегистрировал своего миллионного абонента. И такая большая цифра – самый главный показатель – постоянность, стабильная и целенаправленная работа. Сегодня услуги МТС выбирают более 70% берестейцев. Торжественное чествование миллионного абонента прошло 9 сентября. Необходим был новый телефон, срочным образом, причем конкретно 5 сентября. Но я согласился на эти доводы, забрал ее из гимназии, она учится в первой гимназии. Ну и поехали мы уже. Телефон был выбран заранее. Купили его, подключились. Ну, то, что мы окажемся миллионным абонентом, всегда стремились быть первыми в чем-то. Оказалось, что можно стать миллионным, и это будет большая радость. Летопись династии Романовых продемонстрировали берестейцам организаторы международной выставки конкурса малых форм графики Эксклибриса «Игры царей», который уже во второй раз проходит в городе над Бугом. В этом году отбор конкурсных работ был очень строгий. Организаторы выдвинули жесткие требования, философская мысль с эксклюзивностью и изящностью. С такими условиями справились более сотни художников из более чем 30 стран мира. Символизм преобладал он фактажом. В каждой работе отразилось видение событий целой эпохи и отдельных личностей. С проблемой недобора студентов высшие учебные заведения страны столкнулись еще в прошлом году. Министерство образования Республики решило бороться с этой ситуацией с помощью уже привычных экспериментальных мер. Одна из них – открытие новых специальностей, которые призваны вызвать интересы абитуриентов и тем самым решить проблему кризиса высшего образования. Не обошла образовательная реформа и вузы Бреста. В 2013 году на базе университетов города были открыты три новые специальности – практическая психология, история религий и логистика. Об их рейтинге в студенческой среде расскажут итоги вступительной кампании и наши корреспонденты. В Брестском государственном техническом университете на факультете водоснабжения и гидромиллиорации специальность природоохранная деятельность была открыта три года назад. Необходимость в таких специалистах возникла в связи с ухудшением экологической обстановки. Поэтому люди, которые смогут предложить грамотное решение проблем, связанных с природными аспектами, стали пользоваться спросом на руки труда. По словам декана, с трудоустройством у этих студентов проблем не будет. Эта специальность, такая вот должность, она в скором будущем будет введена и во все предприятия, потому что и выбросы источных вод, и воздушную среду, они наносят достаточно серьезный ущерб природе, и в первую очередь нам. Логистика. Еще одна новая специальность, которая открылась на базе экономического факультета в этом году. Брест находится на пересечении транспортных артерий, поэтому необходимость логистов с каждым годом набирала обороты. И вот, наконец, получить востребованную профессию стало возможно и в Бресте. В этом году получать эту специальность будут 49 человек. И надо сказать, что ее появление помогло многим выпускникам решить мучительную проблему выбора новой профессии. Ты сразу решила поступать на специальность логистику или же ты межевалась? Я, конечно, очень много думала, заканчивая школу, вообще не представляла, кем я хочу быть, куда себя подать. Но в конечном итоге сделала выбор в пользу логистики. До того, как открылись мы, было всего 4 вуза, которые открывали, которые выпускали специалистов по этой квалификации. Это очень востребованная специальность в настоящее время. Вы знаете, развиваются товаропроводящие сети, меняется сама философия подхода к управлению предприятием, а логистика – это своего рода такая новая методология, новое мировоззрение в системе управления товарными потоками и запасами. Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина также не остался в стороне. В этом году на базе социально-педагогического факультета была открыта специальность практической психологии, на которую было зачислено 16 человек. По словам декана факультета Надежды Леонюк, новая специальность – практика ориентированная, которая будет пользоваться большим спросом не только в учреждениях образования, но и в других организациях. Настораживает тот факт, что практика внедрения психологических служб на предприятиях страны не слишком популярна. Не останутся ли будущие специалисты за бортом и насколько оправданно введение нового курса – узнаем через пять лет. Конечно, такого ажиотажа, как специальность журналистика, открытая на базе филологического факультета три года назад, в этом году практическая психология не вызвала. Пожалуй, и мотивы, побудившие выпускать журналистов, будут убедительней. Брестский регион испытывает постоянную потребность в журналистских кадрах. Профессиональных журналистских кадров явно не хватало не только районным газетам, но даже газетам областным. Поэтому мы совместно с управлением идеологии предпринимали такие попытки несколько раз открывать специальная журналистика. И вот в 2009 году нам это удалось, вышел приказ, и в 2010 году мы набрали первых студентов на эту специальность. Теперь они с 1 сентября на четвертом курсе. История религий. Единственная в исполнике специальность, которая открылась на историческом факультете в этом году. Стать религиоведами решили 30 человек. Из них шестеро набрали на уступительных экзаменах более 300 баллов. К слову, еще три года назад историки могли похвастаться четырьмя специальностями. Сегодня их осталось только две. Официально такое сокращение связывается с снижением демографических показателей. Они гласны с кризисом высшего образования, а точнее переизбытком педагогических кадров. Поэтому внедрение новых специальностей, которые будут профориентированы не только на учреждение образования, необходимая мера, призванная повысить престиж факультета. Специалисты, которые будут выпущены через четыре года, будут востребованы как в органах народного образования, в силовых структурах, в средствах массовой информации. Потому что религия настолько вошла в жизнь нашего современного белорусского общества, что без нее практически невозможно работать ни одной структуры. Поэтому, конечно, специалисты наши будут востребованы. От гуманитарных дисциплин к точным наукам. В этом году ситуация на физико-математическом факультете плачевная, недобор студентов. С одной стороны, это связано с низкими результатами ЦТ по физике, с другой – снижением интереса выпускников к точным наукам. Поэтому необходимость открытия новой востребованной дисциплины налицо. В связи с этим, в следующем году планируется начать набор студентов на специальность компьютерная физика. Фишка этой специальности, что человек с таким дипломом, специалистом, он будет не просто программистом, а будет разбираться в физических процессах программируемых устройствах. У нас уже есть заявки от ведущих IT-компаний республики. Это Эрик Воль, ЕПАМ Системс, ЮКОЛА Инфо. Мы активно сотрудничаем с этими компаниями. И кто-кто получит этот диплом, конечно, будет первоочередно распределяться на эти фирмы ведущие. Вызовет ли ажиотаж эта специальность у выпускников, покажут в списке зачисленных студентов в следующем году. Сегодня открытие новых специальностей – признак того, что высшие учебные заведения следят за современными тенденциями, а также за тем, какие специалисты востребованы на рынке труда. Но все же приоритетным фактором для абитуриентов остается гарантированное трудоустройство после получения заветной корочки. Довольно часто выпускник оказывается в прямом смысле слова «невостребованным», но зато с почетным дипломом. И вариантов, где применить полученные знания у бывшего студента, увы, немного. Это прежде всего касается педагогов. Проблема есть, ее необходимо решать, поскольку может обесцениться сам термин «высшее образование». И будет очень жаль, что ничего не будет сделано до того, как этот процесс станет необратимым. Виктория Драгобецкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А вот студент строительного факультета Брестского государственного технического университета Алексей Гук все вопросы решает одной левой. Из польской Гдыни пятикурсник привез звание чемпиона мира по арм-рестлингу левой рукой. На планетарном форуме среди юниоров молодому спортсмену пришлось бороться за победу с 12 конкурентами, которых он сделал в буквальном смысле одной левой. О том, какой ценой досталась победа брестскому атлету, в нашем следующем материале. Занятия на специальных тренажерах, разбинка с гантелями и гирями, двучасовые тренировки три раза в неделю, необходимые условия для поддержания формы бицепса и трицепса. Именно тех мышц, развитие которых дает возможность побеждать грозных соперников по арм-рестлингу. Самый демократичный и мирный вид единоборств привлекал Алексея еще с детства. Я с детства всегда любил наблюдать по телевизору данный вид спорта. Даже не подозревал, что в нашем университете, в пресс-техническом есть такой вид спорта. Зашел, посмотрел и сразу же начал заниматься. В копилке спортивных достижений Алексея Гука эта победа не первая. В прошлом году молодой спортсмен взял золото на чемпионате Республики Беларусь среди юниоров и бронзу во взрослой категории. Несмотря на то, что Алексей занимается этим видом спорта всего три с половиной года, сегодня он мастер спорта по арм-рестлингу. А началось все с простой тренировки. Пришел он, когда на секцию, он сразу сказал, я хочу заниматься арм-рестлингом. Вот это вот первый момент, который дает мне повод, чтобы взять его в секцию к себе. И надо сказать, не прогадал. Алексей проявил себя талантливым спортсменом. Его способность схватывать на лету привела его не к одной победе. И свои достижения молодой мастер спорта привык ассоциировать с людьми, которые помогли ему добиться таких высоких результатов. Очень много сделал наш университет, что меня спонсировал. Особенно Петр Степанович, наш ректор, который спонсировал и позволил нам ехать на эти соревнования. Это очень классно. И, конечно же, мой тренер, который помогает постоянно. Грандиозная победа вдохновила молодого спортсмена на участие в чемпионате парм-рестлингу во взрослой категории. И поэтому сегодня, свободное от учебы время, Алексей посвящает любимому виду спорта. В этом году студент оканчивает свою альма-матер и готовится стать дипломированным специалистом. Надеемся, что и это ему удастся сделать одной левой. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале БукТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Кристина Купрякова, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье 15 сентября территория Беларуси окажется на северной окраине циклона с центром над Украиной. На Брещене в этот воскресный день будет наблюдаться переменная облачность. Лишь к вечеру возможен кратковременный дождь. Ночью и утром кое-где образуется туман. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 11-13 градусов со знаком «плюс». Максимальная днем 15-17 градусов выше нуля. В понедельник, 16 сентября, ночью погоду в республике будет определять в основном область пониженного давления. Днем территория Беларуси попадет под влияние атмосферных фронтов Западной Европы. Поэтому на Брещене днем на большей части нашего региона ожидаются кратковременные дожди. Синоптики предварительно сообщают о вероятности грозы. В предутренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый и умеренный. Температурный фон ночных часов составит 11-13 градусов. В течение дня воздух прогреется максимально до отметки 17 градусов.